Добрый день! Сегодня мы на православном портале Экзегет продолжаем цикл наших с вами бесед под названием «Отдана до Версавии», бесед, посвященный библейской археологии, событиям, святым местам, которые расположены в земле обетованной, в нынешнем Израиле и Ордане, в той области, которая всегда носила вот это историческое имя Святой Земли, куда так стремились вслед за Спасителем, святыми апостолами и люди, желавшие поклониться памятникам, святыням, священным воспоминаниям этой земли со всего мира, в том числе и из России. И вот сейчас, поскольку мы, в общем, стеснены в наших таких возможностях совершить паломничество, путешествие на Святую Землю телом, мы хотя бы можем сделать это духом, мысленно можем оказаться, ну вот, в нашем сегодняшнем случае на берегах Галилейского озера, и вот мы говорили о том, что Господь в особенности для своей проповеди избрал такое место, как город Капернаум. Город, который, с одной стороны, назывался его городом в Священном Писании, а с другой стороны, навлек на себя горе, в конечном счете, своим неверием, отступлением от Христа, тем, что не сумел принять, осознать все величие полученного им дара. Но вот эта исключительная роль Капернаума может быть более нам понятна на самом деле, если мы вообще обратимся к библейской истории, да, вот новозаветной, и попытаемся сопоставить ее с теми географическими особенностями и тем, что мы знаем о населении Галилейского озера времен Христа. И вот мы с вами, если проделаем этот труд, мы увидим совершенно такую удивительную картину. На самом деле проповедь Спасителя была весьма такой избирательной, и по всей вероятности Капернаум оказался в фокусе, в центре внимания этой проповеди, да, оказался центром этой проповеди, местом призвания учеников Капернаум, Вифсаида, еще ряд, так сказать, небольших каких-то сравнительно населенных пунктов у Галилейского озера. Поскольку на самом деле существовало довольно большое количество мест и городов, которые Господь по всей вероятности не посещал. По крайней мере, у нас нет сведений никаких вот в Священном Писании, не упоминаются даже иногда те места, которые существовали во время земной жизни Спасителя, но в то же время он в них никогда не бывал. Насколько мы можем об этом судить по сохранившимся текстам Священного Писания? И тому, по всей вероятности, были вполне веские и объяснимые в настоящий момент причины. Вот в особенности это касается противоположной стороны Галилейского озера, которая в Священном Писании зачастую именуется страной Гадаринской, страной Гергесинской. В самой стране этой и в самих ее пределах Господь бывал нередко. Но при этом, как ни странно, отсутствует упоминание о некоторых городах, которые на этой стране были построены и, казалось бы, были достаточно велики для того, чтобы привлечь внимание проповедника того времени. Но Господь, по всей вероятности, их не посещает. Ну, если так двигаться географически, с севера на юг, то первым из таких крупных городов, который лежит в окрестностях Галилейского озера и вот в настоящее время в области, которая именуется Галландскими высотами, является город Гамла, старинное еврейское поселение, которое получило свое имя, по всей вероятности, по сходству того халмана, которым этот город построен, с горбом верблюда. Поэтому вот Гамла, да, вот нам, так сказать, слышится это созвучие, Кэмил, да, даже с современным названием верблюдов, английском и других иностранных языках, вот этот одногорбый верблюд, которых так много было на Святой Земле, и прежде, и которые в достаточно большом количестве там встречаются и теперь, вот он своей спиной очень так напоминает как раз-таки местоположение древнего города Гамлы. Почему же Господь не посещал его? Ведь там была довольно большая иудейская община, и надо сказать, что как раз-таки это был город, населенный практически полностью исключительно одними только евреями. Но, видимо, как раз-таки в этом и была причина. Гамла была известна по всей округе галилейской и даже широко за ее пределами, именно как такой центр радикального политического еврейства, радикального иудаизма. Оттуда как раз-таки вышли всевозможные вожди народных выступлений, волнений. Там как раз-таки были сосредоточены все такие умственные, нравственные, и в том числе даже и телесные, так сказать, силы, которые были брошены на борьбу с оккупационным римским режимом. Именно оттуда из Гамлы происходил известный бунтовщик Иуда Галилеянин, который неоднократно, несколько раз вспоминается в Священном Писании и также известен по другим историческим событиям. Оттуда, собственно, происходил и знаменитый Елизер, который впоследствии возглавлял оборону очень известной, знаменитой такой крепости Массада в пустыне Мертвого моря, крепости, которая стала для евреев таким символом несокрушимости их духа, стремления к победе, к национальному такому самопытности, свободе и, в общем-то, даже превосходству. Не случайно современные спецслужбы Израиля носят как раз-таки имя этой героически оборонявшейся крепости. Но не менее героическая оборона из истории нам известна также и в отношении этого города Гамла. Там тоже в 66-67 году, несколько ранее, чем на юге, в Иудее, развернулись весьма драматические события. Их описывает в своем труде «Иудейская война» знаменитый еврейский историк Иосиф Лавий, который как раз-таки в том числе и принимал непосредственно участие в обороне города. И надо сказать, что битва за город Гамла чуть было не стоила жизни самому знаменитому римскому полководцу Виспассиану, а впоследствии римскому императору. Поскольку защитники города предприняли такой весьма опасный для римской армии маневр. Они сосредоточились на самой вершине холма, в самой высокой части своего города, и позволили римским легионерам вместе с Виспассианом зайти в узкие улочки своего города, построенного из черного галилейского базальта, самого такого традиционного распространенного строительного материала во всей Галилейской области. И здесь знаменитая выучка, знаменитый строй, и все, так сказать, преимущества, которыми обладали римские легионеры, оказались совершенно бесполезны. Римские легионеры оказались рассеяны по этим узким улочкам, где их просто закидывали сверху стрелами, камнями, дротиками, и, в общем-то, фактически была просто такая настоящая бойня. Устроено сам император Виспассиану спасся только благодаря чрезвычайной самоотверженности, выучке, хладнокровию своих солдат и своим собственным таким волевым качеством. Вот эта первая попытка взятия Гамбла была отбита, и около года город оставался в осаде. Но второй приступ, организованный уже с учетом всех возможных военных хитростей иудеев, он уже окончился успехом для римлян. Город был практически разрушен камнями из камнеметных машин, а жители его оборонялись до последнего, и в том числе несколько тысяч просто предпочли смерть рабству и бросились с крутых склонов своей крепости вниз, в лежащие под нею пропасти, разбились насмерть. Вот такая была драматическая история обороны этого города. Но вот даже уже из этой, так сказать, краткой истории можно представить себе, каким был характер житель этого города. Тот дух, которым они руководились, то есть то вот радикальное политическое еврейство, которое проживало в этом городе, конечно, едва ли могло принять ту кроткую, исполненную духу евангельской любви, пробовать Господа нашего Иисуса Христа, с которой он проходил по Галилея, затем и по Иудеи и прочим областям тогдашней Святой Земли Палестины. В лучшем случае они могли бы попытаться, как и другие жители окрестностей Галилейского озера, сделать его своим политическим вождем, лидером, царем. Но это как раз-таки то, чего Господь, как мы видим из Евангелия, всегда старался избежать и избегал. То есть это как раз-таки то, что совершенно не входило в божественные планы спасения человека через крестную смерть Слова Божия, воплотившегося Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, вероятно, именно в связи с этим город Гамла даже и не упоминается в Священном Писании. По всей вероятности, ум и настроение жителей этого города настолько далеко отстояло от того, к чему стремился привести своих современников, соплеменников и слушателей, спасителей, что не стоило даже тратить времени на его посещение. Вместе с этим на берегах Галилейского озера существовало и три других очень крупных города. Один лежал сравнительно неподалеку от Гамлы и назывался по-сирийски Сусита, а по-гречески Ипос или Гипос. Это очень живописное место. Город был построен на таком вот выдающемся в Галилейское озеро, нависающее над Галилейским озером, как такой своего рода мыс или утес, такой вот как бы в форме конской головы. От этого его название, Сусита по-арамейски означает лошадь, ну точно так же, как и по-гречески Ипос или Гипос обозначает лошадь. Видимо, именно как раз-таки это название было дано благодаря вот этой форме лошадиной головы, которую имел утес. Площадь города достаточно небольшая, но находится он на очень большой высоте над уровнем Галилейского озера, там более 200 метров высоты. И можно сейчас представить только себе, насколько, наверное, прекрасную картину являл собой этот город. Поскольку построен, он был, конечно, с выдающимся таким великолепием. До сих пор руин этого города, если вы дадите себе труд подняться туда, по достаточно крутой такой тропе, ну поражает воображение. Вот эти сейчас лежащие, как сломанные спички, колонны, изготовленные из сортов драгоценнейшего мрамора. И возникает, так сказать, сразу несколько вопросов, когда ты это видишь. С одной стороны, очевидно, что мрамор этот был необычайно дорог, его нету в окрестностях Палестины, его привозили очень издалека для этого строительства. С другой стороны, сколько же потребовалось трудов для того, чтобы этот мрамор привезти и вот на такой высоте, на таком труднодоступном месте построить величественный, прекрасный город с колоннадами Карда-Максимум, центральной улицей, с колоннадами портиков, с великолепными храмами. Там были храмы и языческие, и в более поздние времена, когда туда уже проникло христианство, там было построено несколько христианских храмов. Один из них, мы даже знаем, был посвящен памяти святых мучеников, бессребренников, Космы и Демиана, скорее всего, Осийских. И, судя по сохранившимся надписям, в городе в этом проживало довольно большое число жителей, принадлежавших к знатным фамилиям и занимавших достаточно высокие посты в римской администрации того времени. И здесь, надо сказать, вероятно, тоже лежит одна из причин, по которым Спаситель не посещал этот город. Этот город, несмотря на свою величину, красоту, на свое расположение, традиционно такой вот принадлежавший к Израилю земле, тем не менее, был практически полностью языческим. И население его составляли главным образом греки-колонисты. Город этот входил в число так называемых городов Десятиграде, области Десятиграде, о котором мы уже упоминали. И был построен, в общем-то, римскими властями с той целью, чтобы как раз-таки разбавить еврейское население края, создать здесь множество вот таких вот баз, своего рода опор, эллинского, эллинистического, римского духа, противоположного тем настроениям, которые бурлили как раз-таки вот в городках подобных Гамле. И Сусито, Ипос, не под одним из своих имен, даже не упоминается в Священном Писании, нет даже ни одного упоминания об этом городе, вот, по крайней мере, в таком его виде, в Священном Писании Нового Завета. Оно совершенно обходит этот город стороной. Видимо, настроение жителей этого города также было слишком далеко от проповеди Спасителя, и Спаситель не тратил своих усилий на обращение этих людей. Возможно, кто-то, выходцы из этого города, присутствовали при втором вот этом чуде умножения хлебов и рыб, которое совершалось в том числе и для язычников, для тех, кто не относился к числу иудеев, но все равно слушал проповедь Спасителя. Мы упоминали о том, что это происходило, и надо сказать, что это место, оно находится как раз-таки, ну, сравнительно недалеко от Сусито, от Ипоса. Вот. Тем не менее, конечно, в более поздние времена, во времена византийские, в Сусито, как мы знаем, проживало достаточно большое христианское население, и очень любопытный такой сохранился факт, там часть, собственно, сам город был уничтожен страшным землетрясением 749 года, оказался полностью разрушен, засыпан землею, и когда некоторые из храмов вскрыли, то там обнаружили нетронутые совершенно реликварии, мощевики, находившиеся под престолами, в которых лежали мощи святых, и были даже в этих мощевиках сделаны специальные каналы для отвода мира, то есть мощи эти мироточили. Поскольку город был раскопан светскими израильскими археологами, то эти мощевики оказались в коллекции Музея истории Израиля в Иерусалиме, и в том числе была проведена ДНК-экспертиза, как я слышал, этих святых останков, и было установлено, что эти неизвестные святые принадлежали к местному населению, и даже до сих пор их, ну скажем, генетические потомки, связанные с ними общими генетическими линиями, проживают среди христианского населения Святой Земли и по сей день. Так что вот это, так сказать, более уже последующая история христианской суситы, но которая никак не связана все-таки с новозаветными текстами, писаниями, нигде в них не упоминается. Еще одним крупным городом была Гадара. Опять же, нигде не говорится о том, чтобы Господь ее посещал. Говорится о том, что Господь посещает страну Гадаринскую или Гергесинскую. Но так называется весь вот этот вот берег Галлийского озера, над которым расположены голландские высоты. Вся вот эта вот область, весь этот восточный берег Галлийского озера, он по всей вероятности и называется по имени наиболее крупных или имеющих значение для этой местности городов. Поэтому страной Гадаринской и Гергесинской под ней может пониматься в виду совершенно такая неопределенная по своей, в конечном счете, протяженности область, вероятно, весь вот тот вот берег. Город Гадар или Гераса, как он назывался в древности, сейчас находится на территории Ордании, называется это Джараш. Впервые были его великолепные руины, обнаруженные в 1806 году знаменитым таким исследователем Зетцером, первым как раз таки европейцем, который оказался в Мекке, в Медине и путешествовал по вот этим азиатским землям под видом арабского купца. Вот он впервые описывает эти великолепные руины, которые впоследствии были изучены археологами, и сейчас туда приезжают и туристы, и паломники-христиане для того, чтобы увидеть великолепные мозаики, великолепные сохранившиеся римские постройки, византийские этого некогда действительно величественного города. Но города, который также по всей вероятности избежал посещения спасителям. Что касается другого города, Тивериады, который впоследствии также дал имя и самому озеру, которое стало называться Тивериадским, то есть совершенно четкая причина, почему Господь в него не приходил, известная, и в этом смысле он, в общем-то, разделял по всей вероятности взгляд, ну или по крайней мере не посещал Тиверию, Тивериаду по той же причине, по которой этого старались избегать и другие правоверные иудеи его времени. Дело в том, что Тивериада, город, построенный в честь Тиберия, Иродом Антипы, сыном и наследником Ирода Великого, был построен как такая светская столица его царства. И во время этого строительства, совершавшимся полностью по римскому образцу и в честь римского императора, было разрушено несколько древних иудейских кладбищ. Они были фактически просто распаханы для того, чтобы на их месте возвести уже бани, ипподромы, театры, и дворцы, и улицы этого совершенно светского города. Поэтому иудеи того времени гнушались в посещении Тиверии, избегали его, поскольку считали это место оскверненным, оскверненным кощунством, кощунственным разрушением древних захоронений своих предков. По всей вероятности, именно поэтому и Господь не входил в этот город, поскольку, с одной стороны, это послужило бы причиной очень большого соблазна для иудеев, и он просто не хотел, возможно, вызывать каких-то таких ненужных сплетен, перетолков, обвинений, поскольку им было важно все-таки привлечь к себе, привлечь к своему учению, к своей спасительной проповеди в первую очередь именно еврейское население вот тех мест, где он проповедовал, еврейское население Галилеи. Поэтому такой поступок, безусловно, он, ну, то есть как посещение Тиверии и какая-то проповедь там, он, с одной стороны, вызвал бы осуждение иудеев, а с другой стороны, по всей вероятности, принес бы мало пользы, потому что, ну, как мы знаем, вот та администрация, то, в общем-то, тот класс, который правил в областях Святой Земли во времена наследников Ирода, он по своему характеру, по своим взглядам, настроениям, скорее был близок к язычеству, чем к традиционному правоверию. Хотя некоторые представители этой династии потомков Ирода и пытались представить себя такими ревностными исполнителями закона Ветхого Завета, однако мало кого могли обмануть, как, например, Ирод Агриппа I, который, с одной стороны, тщательно исполнял все предписания закона и участвовал во всех народных религиозных празднествах, а с другой стороны, в общем, не мог себе отказать в таких традиционно римских удовольствиях, как участие в гладиаторских боях, которые он самоорганизовывал, или посещении бани, других каких-то театров и других, в общем-то, совершенно предосудительных и невозможных с точки зрения еврейского богочестия вещах. Вот по этой причине, на самом деле, несмотря на то, что вокруг Галилейского озера находилось немалое количество достаточно крупных населенных городов, но мы не видим в Священном Писании никаких упоминаний о том, чтобы на них распространялась проповедь Спасителя. Спаситель проповедует в основном в тех городах, где живет простое, небогатое еврейское население, занятое простыми трудами, ловлей рыбы, возделанием земли, выращиванием льна, изготовлением ткани, и все это находит свой отклик в его проповеди, это все находит место, эти образы вот этой повседневной жизни находят свое место в притчах Спасителя, в которых он таким доступным, понятным, образным языком, понятным для его слушателей, знакомым, доносит какие-то такие великие, важные, спасительные вещи, предназначенные для того, чтобы возвысить человеческую душу и привести ее к познанию вещей небесных и глубоко духовных. Вот это, так сказать, такое может быть краткое обозрение тех городов, тех мест, которые лежали вокруг Гилейского озера, которые можно посетить и теперь, ту же Теверию, Тевериаду можно посетить, ту же Суситу, Ипос. Я знаю, что некоторые наши паломники даже в таком вот каком-то благочестивом стремлении не оставить без участия, без молитвенного служения давно оставленные и забытые византийские храмы берут с собой литургические принадлежности, приезжают, например, в Суситу, и там под открытым небом на этих древних алтарях совершают божественную литургию для того, чтобы не прекращалась бескровная жертва. Можно посетить и старинную гамлу сейчас, ну, так сказать, в видах какого-то интереса к истории, хотя уже, так сказать, в более поздние византийские времена там был построен и монастырь, посвященный святому Григорию, к сожалению, мы не знаем, кому именно, кому конкретно. Вероятно, вообще значительная часть святых того времени нам даже остается неизвестной по имени, подобно тем мощам, которые были обнаружены в Сусите, преднадлежности которых мы так и не знаем до сих пор и имени этих святых. Это, к сожалению, такая нередкая ситуация, когда кто-то из великих, даже праведников прошлого оказался утраченным нашими святцами, оказался утраченным нашей памятью и не получает, так сказать, подобающего воспоминания, служения, молитвенного почитания, которое мог бы иметь. Точно так же вот этот монастырь святого Григория, расположенный рядом с древней иудейской гамлой, также может быть предметом нашего паломничества, посещения и воспоминания тех святынь, которые когда-то там явно были и совершались. Ну, вообще, вот эти голландские высоты, их окрестности хранят довольно много таких важных для нас воспоминаний и весьма примечательных каких-то мест, ну, о которых мы расскажем, упомянем в наших следующих беседах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео. Спасибо.